Приветствую вас. Вопрос связан с тем, что женщина Ирина спрашивает, что ей делать в ситуации, когда диагностировали довольно серьезное заболевание, вот, точнее, несколько заболеваний. И муж, собственно говоря, решил подать на развод, потому что все стало не как раньше. Соответственно, нарушились все пути взаимодействия, социальное, интимное, семейное, личностное, судя по всему. Автор вопроса пытается, на мой взгляд, обрадовать своего мужа. Ну, а по большому счету, в общем-то, проступает довольно отчетливо страх обстословной, потому что идти некуда, родители далеко. Вот. Своего жилья нет. И так далее. Собственно... Вы знаете... Когда вы говорите, что муж, вот, не знает, живо хочет, просто стало как-то не так из-за вашей болезни, а вы хотите его вернуть... Я бы... Наверное, первое, о чем бы спросил себя, это о том, я хочу его вернуть, потому что верю, что у меня с ним может быть что-то хорошее. Я верю, что смогу сделать его счастливым, например, мужем. Поэтому я хочу его вернуть. Или я его хочу вернуть, потому что мне страшно оставаться одной. Мне страшно, что я останусь одна, мне страшно, что я буду одна, мне страшно, что мне некуда идти. И тогда. То есть, как бы, вот, ответить себе на вот этот вопрос, мне кажется, ну, очень важно. Потому что, коль вы не будете осознавать мотивации своих действий, своего действия, коль вы не будете осознавать, для чего вы это делаете, зачем вы это делаете, то, что делаете, я имею ввиду. Пытаетесь, вот, вернуть отношения своего мужа. Коль не будете осознавать своей мотивации, ну, будет вам не очень хорошо. Вот, плюс ко всему, во втором случае это зависимость. То есть, то, что я описываю в конце, выглядит как зависимость. То есть, мне некуда идти, поэтому я должна его любыми способами, любыми силами вернуть. Вот, не важно, там, хочет он, не хочет он и так далее. Вот. Такс, это первый момент, момент. На который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы описываете проблематику заболеваний ЖКТ, ЖКТ. И говорите о том, что начали работать, чтобы себя отвлечь. Знаете ли вы, что проблемы ЖКТ как раз таки связаны с профессиональной реализацией? И у меня к вам волей-неволей возникает такой вопрос. Почему вы начали работать только когда появилась необходимость отвлечь? А до этого работать вам было нельзя? Задавали ли вы себе вопрос? Как бы, ну вот, у вас нет жилья, да? Вам некуда идти? У вас, по сути, нет никакой подушки, получается, финансовой, своего. У вас нет ничего своего. Как так вышло? Просто, ваше заболевание в купе с тем, что вы описываете, волей-неволей наводит на такие мысли. Ваше общение с мужем, ваш контакт с мужем, он говорит, что хочется резистить, потому что, ну, стало невесело, да? Не хватает активности, стряски какой-то, как он говорит. Так, вот у меня вопрос, ну, веселье, активность, это хорошо, конечно, это замечательно, но он, мой вопрос, он, знаете, будет про что? Он будет про то, что, а общего, там, если между вами, между вами что есть, кроме ребёнка, общего хозяйства, дома, который вы хотели построить и так далее. Вот, что нет вами общего, что вас объединяет, что вас связывает. Вот, к сожалению, не похоже, чтобы у вас были общие интересы. Не похоже, похоже, что за счёт ваших данных психологических, физических, интеллектуальных, ему было с вами интересно, пока вы были здоровы. Ну, а общего, там, у вас ничего не было. Видите ли, тут двоякая история. С одной стороны, нельзя, мне кажется, так уж, винить человека в том, что он не хочет с вами больше быть вместе, из-за того, что вы болеете, потому что ему неинтересно. То есть, ну, ему неинтересно, для него это важно, он хочет с вами развести. Такова его структура ценностей. Вот настолько, получается, ему интересно. К сожалению. А вы вот задайте себе вопрос. А как так вышло, что цел вам заболеть? И может быть больше неинтересно. Как так вышло, что то, что вас связывает в этой веселье? Как так вышло, что, судя по тому, что вы описываете, то, что вы делаете, вы делаете для мужа? Как так вышло, что у вас нет своих собственных жизненных целей, а есть только жизненные цели вашего мужа? Случайно ли это? Или нет? Вот вы говорите, да, как вернуть отношения. А ведь, знаете ли вы, что такое отношения? Отношения – это взаимодействие у человека, когда оба человека со своей стороны что-то выражают и проявляют. Вот как вы это описываете, вы, естественно, выражаете от интереса вашего мужа. Понятно, что я могу ошибаться. Понятно, что о чем-то, может быть, вы не написали. Но выглядит. Выглядит всё, к сожалению, именно так. Это очень большая сглова с учетом, особенно с учетом вашей проблематики. В смысле проблематики ЖКТА. Вот. Я про его описываю. И, ну, в контексте того, каковы причины этого. Вот. Мне показалось, что есть у вас проблематика с самооценкой. Мне показалось, что есть у вас с выражением своих потребностей проблемы. Ну, мне так показалось. Конечно, что могу я ошибаться, быть не брат, конечно. Но показалось мне так. Вот я бы с этим начал работать, понимаете. Вот. Фраза «любят не за что-то, а любят просто так», она справедлива. Наверное. Но есть у него есть один момент, который может быть расценен некоторыми людьми. Как такое, знаете, схоластическое утверждение, может быть. Но любят просто так. Но любят просто так, зато кем человек является просто так. А кем является человек? И, кроме того, что у вас есть ребенок, кроме того, что вы хотели, значит, купить дом. Вот вы говорите, что мы хотели купить дом, мы хотели купить квартиру. Он ни к чему не стремится. А чего хотите вы? Понимаете? Понимаете? Понимаете, если я сейчас скажу, что вас не за что любить, не потому что у вас все плохо. Я уверен, что вы на самом деле умная, красивая и стройная. Но это будет не совсем корректно. Вас не не за что любить. А у вас ценность ваша не полная за счет того, что, вероятно, вы всю себя посвятили своему мужу. И с сексом вы мирились редким. Нет, одно дело, если вас это устраивает. И вы говорите, что я в Гадан уходил в гараж, что я не пил посуду, не инстирил и так далее, и так далее. Вот когда я это читал, мне показалось, что вам хотелось это сделать. Понятно, что в такой разрушительной форме делать этого не стоит, но заявлять о себе как-то нужно. И то, что я хочу сейчас сказать, будет звучать неприятно, максимально неприятно, возможно. И я не говорю, что это хорошо, я не говорю, что это так здорово, я не говорю, что я поддерживаю такое поведение, такое отношение, но оно есть. И его осуждает. Вы знаете, когда бросают собак, дорогих, красивых собак, породистых, их бросают. Ну вот, приехали с ними на дачу, побыли какое-то время и их бросают. И потом ходят, не знают куда им приткнуться, умирают, как правило, иногда кого-то спасают. И вот волей-не-волей ты задумываешься, что это за люди бесчеловечные, которые бросают собак. Это безусловно ужасно. Но вы мне напоминаете эту историю, вот ощущение, что пока вы были нужны, вы были, вы перестали нужны, вас выбросило. И у меня только один вопрос, как вы допустили до такого, что вас воспринимают именно так, как собачку? Да, можно говорить, что мы в течение нескольких общений длительного времени, вы говорите про последние полтора года, вы говорите, что три года назад я заболел, то есть полтора года он не справляется, полтора года он справлялся. Вот знаете, каким вопросом я задаю, 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 задаю. Вот такой вопрос, больше, знаете, на, подумать, вот. Должен ли человек справляться с трудностями и потерпеть болезни на своих близких? Ну, кто угодно скажет, да, должен. И будет прав. Кто-то скажет, не должен. Тоже будет прав. Мне кажется, что человек, люди, точнее, проходят трудности вместе тогда, тогда, когда есть сильное чувство долга, крепчая личностная связь, то есть максимальное количество уважения, восхищения, передачи значения того или иного события, которое происходит в жизни человека. Когда я говорю тебе о том, что для меня значит то, что со мной сейчас происходит, неважно, хорошее или плохое, в рамках того, о чём мы с тобой говорили до этого. То есть вот мы с тобой обсуждаем значение работы, мы с тобой обсуждаем значение неудачи, обсуждаем значение радости, боли, страдания, грусти, любви, удовольствия. И когда со мной что-то происходит, я говорю тебе о том, что для меня точно происходит в рамках вот этих вот вещей. И человек другой понимает, что это не просто событие вот в вашем случае, не просто болезнь, а это кирпичик ещё один, который встраивается в вашу картину мира. А вы уже познакомили человека со своей картиной мира и ему легче восприниматься те события, которые происходят? В таком случае человек может идти с другим человеком преодолевая трудности. И когда есть сильная нуждаемость в другом, когда есть ощущение, что ну вот без тебя я не справлюсь. Я не говорю о том, что да, ещё, пожалуй, можно назвать одну мотивацию, это любовь родительская. И любовь как бы, ну, ребёнка к родителям. Но это особенно немного история, поэтому тут есть тоже свои нюансы. Вот, поэтому мне кажется, что это идёт немножечко в стороне. Вот эти основания. Вот так вышло, что у вашего мужа этих оснований нет. Хорошо это или плохо, я не знаю, но этих оснований нет. И мне кажется, вы хотите вернуть отношения. Не очень понимаю, как это сделать. А вам надо опереть это на свои ценности. Вам нужно увидеть себя. Какая я? Какова моя природа? И что в моей природе может послужить мотивацией для мужа быть со мной? Не преодолевать это, то, что происходит, а принимать как точно? А мне кажется, что если человеку тяжело, значит он не видит мотивации для себя. И это вопрос к вам. Почему он не видит мотивации? Мотивации оставлять дорогих, красивых, породистых, умных собак себя на даче? Потому что это, несмотря на всю атрибутику, это просто игрушки. И когда вы называете себя умной, красивой и стройной, вы просто называете атрибуты. Просто оцениваете себя. Но умная, красивая, стройная, может быть еще и не больная. А вот быть какой-то и больной, и здоровой, одинаково ценной. К уму, красоте, стройности отношения не имеет. Но вот беда, такой вы для своего мужа, судя по всему, не являетесь. И вам бы спросить себя, какая я вообще? Красивая, умная, стройная – это оценка. Ну, в смысле, красивая я по сравнению с тем-то, умная я по сравнению с тем-то, стройная я по сравнению с тем-то. Вообще, я замечаю, что мужчины на меня смотрят, поэтому я делаю вывод, что я привлекательна. Так, а что еще? Это все извне. А что изнутри? Вот вы знаете, вы говорите, что муж во сне вроде начинает потом просыпаться и отворачивается. У вас только физическая сторона. Восокая физическая сторона контакта, личностного взаимодействия тут нет. И это к вам вопрос. Поэтому я бы поработал над личностным ростом. Я понимаю, что то, что я сказал, по сути сравнил вас с собакой, вы не обещаетесь. Ах, я это не к тому, что вы приравниваетесь к собаке, нет, ни в коем случае. Но я это к тому, что принципы отношения похожи. И как собаке не помогает, что она породистая, красивая, умная, так и вам не поможет, если вы красивая, умная и стройная. Потому что красивых, умных и стройных много. А вы одна. Ну вот, то в чем вы одна, вы не знаете. И муж не знает. Потому что вы ему этого не показали. А сам он не очень пытался рассмотреть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.